Чего только не сделаешь, чтобы впечатлить понравившуюся девушку. Ричард Брэнсон, например, купил остров. Дело было в 1978 году. Ричард был влюблен в Джоан Темплман, которая впоследствии стала его женой. Но на тот момент она была замужем за другим и не решалась оставить супруга ради Брэнсона. Чтобы убедить девушку, что он – то, что надо, Ричард отвез ее на остров Некер, который в тот момент как раз выставили на продажу. Покупать участок земли в 30 гектаров предприниматель изначально не собирался и заинтересовался предложением лишь для того, чтобы получить высочайшее обслуживание и возможность провести на приватном острове несколько дней с любимой. Позднее Брэнсон рассказывал, что во время этого путешествия испытал чувство влюбленности дважды, когда смотрел на бирюзовую воду и когда увидел довольную улыбку на лице Джоан. Ричард, конечно, захотел приобрести остров. Но тогда у него были небольшие финансовые проблемы и ничего не вышло. Предприниматель стал владельцем Некера лишь год спустя, к тому моменту его финансовое состояние стабилизировалось, а владелец острова был в полном отчаянии от того, что не мог его никому продать, и в итоге отдал Брэнсону землю за 180 тысяч долларов. 12 мая 2013 года пассажиров рейса Пёрт-Куала-Лумпура авиакомпании «Эйрейша» обслуживала очень необычная стюардесса с большими ногами, короткими светлыми волосами и ярким макияжем. Звали ее Ричард Брэнсон. В такой ситуации миллиардер оказался благодаря своему неуемному желанию все время заключать с кем-нибудь пари. За два года до дебюта в качестве бортпроводницы Брэнсон поспорил с владельцем авиакомпании «Эйрейша» Тони Фернандесом о том, чья сборная, оба предпринимателя владели гоночными командами, добьется большего успеха по результатам сезона. Брэнсон проиграл и был вынужден заплатить за это переодеванием в красный костюм стюардессы и работой на борту. Ричард долго решался выполнить обещанное за проигрыш, но все же сдержал слово и на протяжении почти шестичасового полета разносил пассажирам еду и напитки, в то время как Фернандес снимал его на камеру. Правда, бортпроводница в исполнении Брэнсона обладала слегка строптивым характером, так что в определенный момент стакан с апельсиновым соком случайно пролился на штаны Фернандеса. Одежда остальных пассажиров не пострадала. Брэнсон вообще любит устроить маскарад. В 1996 году он явился на открытие свадебного салона Virgin Bright в белом платье, фате и при полном макияже. Гости были в восторге, как и сам Брэнсон. В 1994 году Ричард Брэнсон начал выпускать газированный напиток Virgin Cola. Чтобы привлечь внимание к новому продукту, Брэнсон устроил настоящее шоу. Вместе с армией красавец-моделей он сел в танк и приехал на нем на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Но этим не ограничился. Танк нужен был Брэнсону не только ради эффектного появления, но и для того, чтобы нанести сокрушительный удар по врагу, а точнее главному конкуренту, Coca-Cola. Так что Брэнсон несколько раз выстрелил по рекламному банеру компании. 31 марта 1989 года жители Лондона с интересом и опаской смотрели на звездное небо и зависший там неизвестный летательный объект, удивительно похожий на корабль инопланетян. А когда он приземлился на поле недалеко от британской столицы, некоторые и вовсе подумали, что рептилоиды прилетели захватывать Землю. Неожиданные гости на корабле действительно были. Но вполне земного происхождения, навстречу подоспевшим полицейским из тарелки вышел Ричард Брэнсон. А сам летающий корабль оказался воздушным шаром, похожим на НЛО. Таким образом бизнесмен решил разыграть британцев накануне 1 апреля. В 2007 году компания Virgin Airlines запустила рейс Нью-Йорк Лос-Анджелес. Ричард, как всегда, решил привлечь к этому внимание собственной персоной. На вечеринке по случаю открытия нового направления, проходившей в отеле PAMS, миллиардер появился очень необычным образом. Он спрыгнул прямо к бассейну с крыши здания, высота которого 125 метров. Конечно, у Ричарда была страховка, но без происшествий все же не обошлось, Брэнсон несколько раз ударился о здание и порвал штаны. Но приземлился все же удачно и уже спустя несколько секунд после того, как почувствовал землю под ногами, весело улыбался и приветствовал собравшихся. В 1993 году Ричард Брэнсон презентовал миру новый воздушный лайнер Lady in Red. Среди тех, кто первым увидел судно, была принцесса Диана. Ричард так обрадовался важной гости, что откупорил бутылку шампанского. И сделал это очень эффектно, окатив леди дешепучкой. К счастью, королева людских сердец не обиделась, а наоборот развеселилась.